Екатерина Макарова. Глубоко научный секс. Мифы и стереотипы. Часть первая. Мифы о сексе. Миф первый. Основной инстинкт правит миром. Друзья мои, в этой главе я зову вас в удивительное путешествие, в котором мы поищем авторов идеи о том, что все в этом мире либо зависит от секса, либо им мотивировано, либо к нему ведет, и вообще человек думает о сексе каждые 20 минут или секунд. Какие еще нужны доказательства великого значения сексуальности? Еще до того, как Зигмунд Фрейд оформил свои идеи о половом влечении в некую связанную теорию, интеллектуальное сообщество Европы XIX века уже искало различные оправдания интереса к седьмой заповеди «Непрелюбые сотвори» и ее нарушениям. Посудите сами. Артур Шопенгауэр в первой трети XIX века писал, что это неодолимая страсть, побеждающая голос разума, которая вводит нас в губительный обман. Он называл «любовь незримой волей, половым инстинктом». Как он был слеп тогда в своей обиде на любовные отношения, в которых ему, мнительному от природы, сложно было быть успешным. Разве можно всю богатую феноменологию любви сводить только к половому инстинкту? Но Артур так и делал. Фридрих Ницше, ровесник Фрейда, вторая треть XIX века, который разрывался между инцестозным влечением к родной сестре и философией, писал, что мы любим собственное вожделение, а не предмет его. Лев Николаевич Толстой в тот же период вел образ жизни, свойственный его классу. Военная служба, путешествия по Европе, необременительные добрачные связи. В этом опыте он впоследствии будет каяться в крейцеровой сонате. Потом женился на девушке на 16 лет младше себя, произвел на свет 13 детей и множество произведений, в которых осмысляется роль, сила и притягательность полового влечения. Анна Каренина, Воскресенье, Крейцерова соната, Дьявол, Отец Сергий. Если взглянуть на эти произведения свежим взглядом и задаться вопросом, что их объединяет, то можно с удивлением обнаружить, что автору не дает покоя неразрешимый вопрос, можно ли справиться с половым инстинктом так, чтобы одновременно быть удовлетворенным в нем и быть свободным от него, любить и не противоречить законам Бога и людей. Седьмая заповедь вообще самая проблемная во всей христианской этике. Ведь если «не убей, не укради» означает, что убивая и воруя, ты подпадаешь под суд Божий и гражданский, то прелюбодеяние гражданским судом не судится. Да и нет у человека базовой потребности убивать и воровать. И нормальные люди живут даже не помышляя об убийстве или воровстве. Во всех культурах это особые случаи, кара за которые настигает уже при жизни. А чтобы «не прелюбы сотворить», нужно постоянно бороться с врожденной потребностью. Нельзя блудить. Иметь половые сношения до брака, прелюбодействовать в браке. И даже нельзя иметь соответствующих намерений в сердце своем. Нельзя-то нельзя, но если очень хочется, то ведь можно. И весь опыт человеческой истории показывает, что к половым грехам закон не так суров, как к остальным. Вот это противоречие и волновало умы. Посмотришь на всех этих деятелей, мыслителей, философов, публицистов. Потлатые головы, роскошные бакенбарды, седые, кудлатые, неопрятные бороды по моде тех лет. Строгие костюмы, бабочки, жилеты, трости, перчатки. Ученые степени, научные труды, преподавательская стезя. И каждый увлечен разгадкой только одной тайны. Можно ли что-то сделать, чтобы и желание утолить, и жить после этого достойно. Если бы Фрейд жил сегодня и взялся за тему основного инстинкта, то его выбор можно было бы охарактеризовать как внимание к трендовой, высокочастотной теме. Иными словами, он ухватился за то, что в XIX веке было интересно всем, но никто не отваживался об этом говорить вслух и уж тем более превращать в объект исследования. Молодой Зигмунд применил академический подход и изучил предмет со всей серьезностью. Мы должны быть благодарны ученому за то, что он разрешил всему миру думать о сексе, не испытывая угрызений совести, любить сам процесс и обсуждать сексуальные вопросы в беседе друг с другом и лечащим врачом. Потенциал инноваций Фрейда был очень глубоким. С позиций сознательного и бессознательного и главенствующей роли либидо можно было объяснить все — религию, политику, философию, коммерцию, психиатрию и, естественно, литературу и искусство. Выражаясь языком философии и науки, у теории Фрейда было много слабых мест, и одно из них — отсутствие фальсифицируемости. Прежде чем доказать, что знание истинно и научно, необходимо попытаться его научно опровергнуть. Предложить какую-то теорию, которая попыталась бы в научной схватке сразиться с Фрейдиской и проиграть. Или победить. Нас бы устроило и то, и другое. Мы бы убедились, что Фрейд прав, или Свет увидел бы новую блестящую теорию о мироустройстве. Но это-то и невозможно. Стоит сколько-нибудь серьезному ученому посягнуть на постулаты психоанализа или замахнуться на критику, как обязательно у любого, самого заштатного, психоаналитика возникнет мысль. Да у этого критика проблемы. Посмотрите, он пытается разрешить какой-то запрос или комплекс. И он будет прав. Любой специалист и даже обыватель, который научно-исследовательски прикоснулся к вопросам сексологии, от Фрейда до сексолога-консультанта, имеет личную причину интересоваться этой темой. Но учение Фрейда так до сих пор и не опровергнуто. «Масло в огонь» подлил Абрахам Маслоу со своей иерархией ценностей. Он высказал гипотезу, что пока не удовлетворены витальные потребности в крыше над головой, сне, еде, сексе и так далее, человек не может сосредоточиться на решении задач более высокого порядка учеба, творчества, принятия решений. Откуда Маслоу взял такое ранжирование? Уже во время публикации его сильно критиковали и отрицали универсальность его пирамиды. Да он и сам не претендовал на безоговорочную истину. Но убеждение в том, что все житейские проблемы и неурядицы, сложные переплетения причинно-следственных связей и хитросплетения любовных отношений и конфликтов, можно объяснить через основной инстинкт, осталось. Дескать, о чем-либо возвышенным думать невозможно, потому что все время в подтексте идет неутоленное желание поесть или поспать или сексуально разрядиться. Это был очень удачный маркетинговый ход. Ведь сексотолкование всего на свете через основной инстинкт устраивало популистов, журналистов, кинематографистов и даже историков. Это напоминает идеи феминизма, гендерной свободы и сквирт освобождения от женской нехочухи. Идеи-то пшик, но как их покупают? Так рекламный рынок решил судьбу основного инстинкта — сексу быть. И вот уже на всех плакатах машины виллы и яхты изображены рядом с длинноногими красавицами по зову инстинкта. А все президенты, руководители крупных корпораций и генералы женаты и с тремя детьми, обуздали инстинкт и придали ему оттенок законности. Любезные мои слушатели, всех вас, как и моих детей и студентов, я призываю думать, критически осмысливать действительность, ставить под сомнение штампы и ни в коем случае не довольствоваться мнением одного эксперта. Раскапывать в пыли и нафталине библиотек первоисточники и оценивать факты самостоятельно. Добро пожаловать в расследование, в котором мы проследим историю значения основного инстинкта в жизни людей. Как это было? Как вообще проводится расследование? Я редко читаю детективы и уж тем более никогда не была их автором. Но, как я писала в предыдущих моих книгах, часто чувствую себя Шерлоком Холмсом во время консультирования, когда докапываюсь до истинной причины проблем пациентов. Как это делается? Сначала я выслушиваю версию пациента и воспринимаю ее как упакованный вариант его проблемы. Затем задаю себе вопросы. Почему он так говорит? Что он хочет на самом деле? Факторы, которые позволяют мне подозревать второе дно и скрытые смыслы, это разночтение или противоречие формулировок с истинными потребностями человека. Например, пациент говорит, что у него болит головка полового члена, и я спрашиваю, почему? Когда он отвечает, что год назад он перенес операцию по пластике уздечки и шов не зажил, то я понимаю, что это противоречит срокам заживления раны. Поэтому я подвергаю сомнению его версию и снова спрашиваю, почему? Тогда он мне отвечает, что до операции у него была коротковатая уздечка, и, как следствие, головка полового члена тщательно запеленута в кармашек крайней плоти, поэтому была изолирована от трения, а белье или руки и обладала чрезвычайной чувствительностью. Его половой акт был слишком коротким, всего от двух до пяти минут, в зависимости от продолжительности предыдущего воздержания, и он решил сделать что-то, чтобы его продлить. И я снова спрашиваю, почему? Тогда он признается, что девушка, с которой он был в отношениях год назад, не получала удовлетворения от секса, поэтому он решил отрезать что-нибудь на члене, чтобы укрепить свои мужественные качества. Девушка с проблемами удовлетворенности давно исчезла из его жизни, но чувство сексуальной некомпетентности, сомнение, что его способностей достаточно для полноценного удовлетворения женщины, превратилось у парня в соматическое расстройство, и он стал испытывать нечто вроде фантомных болей при нормальном половом акте. Теперь эти боли напоминают ему, что он не достоин полноценно наслаждаться жизнью, потому что его член не способен оживить девушку. И каждый раз, когда он, следуя влечению, пытается реализовать свою сексуальность в половом акте, он слышит только свои боли и страдает. Итак, в результате моего расследования я узнаю, что проблемы пациента имеют две причины, а преступления против собственной личности два мотива. Во-первых, это чувство сексуальной неполноценности, его тело слишком уродливое и несовершенно, чтобы в полную силу участвовать в интимной жизни. А во-вторых, это неправильное представление о норме, основанное на дремучем заблуждении, что женская сексуальность это деревянный сундучок с хитрым замочком, который открывается только если вставить в него правильный член. Точность моей диагностики и правильность версии — залог адекватной помощи пациенту, ведь мы не можем ликвидировать симптомы болезни, но способны игнорировать причину. Не можем дать больному гонореи ножпу для облегчения симптомов мочеиспускания. У вас глаза выкатываются из орбит, когда вы писаете? Так идите к окулисту, пусть вернет их в орбиты. Может гораздо правильнее поискать причину резей? Пролечить гонорейный уретрит? У вас навязчивая идея, что если девушка не возбуждается, то с вашим членом что-то не так, но мы не можем ампутировать вам член, чтобы девушке полегчало. Надо сначала попробовать сделать что-то с ее чувственностью и вашим представлением о партнерском взаимодействии в сексе, а уж потом ложиться под нож. Вот так мы с вами и будем исследовать общественные мифы о сексуальности. Всеми любима версия о том, что основной инстинкт это половое влечение. Не выживание, не безопасность, а именно половое влечение. Но любой студент первого курса медицинского университета вам скажет, что основной инстинкт это инстинкт сохранения рода. Под сохранением можно понимать обеспечение безопасности, бегство от врага, борьбу с врагом, выживание. И это объяснимо. В экстремальных условиях война, погоня, катастрофа люди бегут от смерти, борются за жизнь и стремятся к безопасности. Человек с инфарктом миокарда или переломанными ногами не инициирует половую близость, ибо его ресурсы направлены на сохранение энергии и восстановление сил. Но как только начинается романтический фильм или любовно-авантюрный роман, как основной инстинкт превращается в сексуальный и никто не возражает против такого подлога. Многие считают, что во всем виновата религия. Она задурила людям мозги и заставила гасить в себе сексуальные импульсы. Заглушенная сексуальность, как шило в мешке, постоянно прорывается наружу и заявляет о себе в жизни. Ведь, как писал еще психоаналитик Вильгельм Райх, подавление сексуальных инстинктов лежит в основе массового насилия в истории человечества. В результате, вместо того, чтобы думать о родине и о труде, человек носится со своим половым влечением в надежде пристроить его так, чтобы оно не беспокоило. Сдержанные, вытесненные сексуальные устремления просачиваются из всех многообразных проявлений человеческой психики и правят миром. Так появилась версия, что это религиозные запреты придали половому инстинкту извращенную форму и превратили его в неназываемую силу исподволь, управляющий поведением человека. А как было до появления заповеди «не прелюбодействуй»? Обыватель обычно рассуждает так. Это было давно. Был древний мир. До этого первобытно общинный строй, которому предшествовала иерархия в стайке обезьян, где альфа-самец на глазах у вожделеющих и завидующих бета, гамма и прочих соплеменников наслаждался самками как хотел и сколько хотел. Потом он отвлекался на сон, охоту или отправление естественных надобностей и все сообщество обделенных наблюдателей устремлялось к соблазнительным самочкам порезвиться, пока папа не видит. Золотое было время. Захотел – получил и никаких тебе официальных формальностей, лишних разговоров и прочих социальных условностей. Но если мы всмотримся в эту доисторическую систему отношений, то и в ней увидим некую закономерность. Кому, когда и в какой последовательности можно удовлетворять свои половые потребности. Привлекательность доисторического секса для современного обывателя заключается в заблуждении, что древний человек, неотягощенный нормами морали, был подобен животному и исправлял свою половую потребность сразу при возникновении желания, не утруждаясь мыслями о последствиях своего безответственного полового поведения. Всем было хорошо, и все были счастливы, как животное. Хорошо быть кискою, хорошо собакою, хорошо быть первобытным человеком, который не умеет читать и не может освоить все множество гигабайт информации, посвященной венерическим болезням и моральным последствиям незапланированной беременности. Жили же люди, предавались любовным утехам на лоне природы, вкушали фрукты и запивали вином, писали любовные вирши и томились любовным желанием. Но пришли вредные церковники и все запретили. И вместо того, чтобы не задумываясь пользоваться своими половыми органами, все стали вынуждены делать вид, что половой потребности не существует, а на самом деле вытесненная в глубины подсознания эта потребность исподволь руководить поведением людей. Вот она, цепочка рассуждений, которая приводит нас к истокам идеи о том, что половой инстинкт это основной инстинкт, основной, потому что естественный, природный и самый главный. Так ли это? Был ли действительно золотой век сексуальности, где можно было все, всем и в любое время? Или это всего лишь миф, который возник как сказка на ночь для печальных анонистов? Игорь Негода